Послание Отца Абсолюта от 6 мая 2022 года Растворение праведного гнева Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! В продолжении моего предыдущего послания я хочу остановиться еще на одном важном моменте, который в настоящее время имеет решающее значение для каждого из вас. И речь пойдет о вашей реакции на откровенную ложь о происходящих на Украине событиях, которая льется сейчас отовсюду и которая особенно усердно распространяется средствами массовой информации тех стран, чьи руководители являются марионетками теневого правительства. Какие чувства охватывают вас, когда вы слышите это? Скорее всего, это обида, осуждение, бессилие что-либо изменить, словом, чувство несправедливости и праведный гнев по отношению к обидчикам России. А какие энергии и вибрации они несут? Конечно, негативные энергии и низкие вибрации. А ведь это именно то, от чего вы всей душой мечтаете избавиться. Так как же вам сочетать, родные мои, свои светлые мечты и помыслы с тем гневом, который охватывает вас по отношению к глобалистам, со всей их ложью и лицемерием. Делать это непросто, но возможно. И сейчас я дам вам практику, которая поможет уравновесить столь несочетаемые между собой энергии. Но сначала давайте рассмотрим их несочетаемость с физической точки зрения. Поскольку вы все еще живете в дальнем мире, в котором царит единство противоположностей, плохой, хороший, добрый, злой, палач, жертва, справедливость, несправедливость и так далее, то любая энергия, будь то положительная или отрицательная, уже априори предполагает существование своего антипода. И эта двойственность закреплялась в трехмерном мире веками, в результате чего противоположные энергии стали притягиваться друг к другу, но уже не по закону подобия, а по закону дуальности. И наверняка каждый из вас может найти множество примеров этому собственной жизни. Поэтому сейчас вам предстоит не просто избавиться от негативных энергий в своей жизни, но и разорвать порочный круг дуальности, присущий трехмерному миру. Поэтому первое, что вам следует сделать, это осознать неизбежность и закономерность вашей реакции на любую несправедливость. И не нужно себя за это винить, поскольку вы все еще живете в дальнем мире со всеми его атрибутами. А теперь переходим к самой практике, которую назовем «растворение праведного гнева». И вот в чем она заключается. Каждый раз, когда вы слышите или читаете что-либо нелицеприятное, явно несущее в себе фальшь, лицемерие, несправедливость, представляйте себе эту информацию в виде темных сгустков энергии, которые вам вполне по силам отловить и нейтрализовать. Для этого призывайте огонь вселенской любви и просите его растворить эту концентрацию лжи, сжечь ее своим божественным светом. Визуализируйте эту картину как можно ярче. А может быть, кому-то будет легче представлять себе, как эта высоковибрационная энергия, подобно мощному ливню, разбивает комки информационной грязи, которые, превращаясь в мелкие частички, бесследно исчезают, подхваченные энергетическим потоком. Эти мелкие частицы уже совершенно безвредны, поскольку их воздействие на вас и на других людей сведено теперь к нулю. Вполне возможно, что многие из вас найдут еще более образный и действенный способ нейтрализации лживой информации, придумав свою собственную практику. Главное — сохранить ее суть, которая заключается в том, чтобы, осознав неизбежность возникновения противоположной энергии, принять ее уместность в дуальном мире, но одновременно сделать все возможное, чтобы как можно скорее нейтрализовать ее влияние на себя, тем самым сохранив свои высокие вибрации. И пусть осознание и приятие этого урока станет еще одним бесценным опытом вашей души и новым шагом на вашем пути к Вознесению. Благословляю вас на это и люблю безмерно. Отец-Абсолют говорил с вами. Послание приняла и начитала Марта. Сайт Возрождения. Сайт Возрождения. Сайт Возрождения. Сайт Возрождения. Первое. На это и wins. Сайт Возрождения. ++